Россия и Норвегия – давние деловые партнеры. Однако в последнее время наши взаимоотношения несколько мрачены санкционной политикой. Как работать в новых условиях, решили обсудить участники 6-го российско-норвежского бизнес-форума. Он проходит в Торгово-промышленной палате Российской Федерации. Российско-норвежское сотрудничество разностороннее. Это и нефтегазовая отрасль, и освоение Арктики, и рыболовство, и судостроение. Пусть нынешние цифры товарооборота между нашими странами не совсем соответствуют нашим ожиданиям, но в текущем году они показали почти 30-процентный рост. У предпринимателей России и Норвегии есть много общих точек соприкосновения. Проблемы Севера, Арктики, морского торгового пути – это проблемы, которые являются, на наш взгляд, ключевыми, становятся ключевыми для многих стран в мире, но ключевыми в решении этих проблем будут как раз добрососедские связи, которые существуют на протяжении столетий между Норвегией, Королевством Норвегии и Российской Федерацией, между бизнесом Норвегии и бизнесом Российской Федерации. Норвегия поддержала антироссийские санкции Евросоюза. И на пути развития нашего сотрудничества возникли новые серьезные барьеры. Однако даже в этих условиях норвежский бизнес готов к совместной работе с российскими коллегами. Я считаю, что наши отношения должны развиваться. Россия – это большой сосед. Мы должны идти вперед, должны развивать наши отношения. И я, в общем-то, даже не вижу альтернативы этому пути. Я верю также, что наше сотрудничество продолжится. Об этом сегодня говорил, в частности, и министр. И мы, например, запускаем новый исследовательский проект с Россией, который будет связан с оптимизацией, с поиском умных решений в энергетике, в других секторах. И он финансируется Норвежским исследовательским советом. Правительство Королевства тоже нацелено на долгосрочное перспективное сотрудничество. Проект, который я уже озвучил в своей речи, – проект по модернизации речного флота, который норвежцы готовы в нем участвовать. И это будет очень интересный проект, который дает возможность хороших результатов, как с российской стороны. Собственно говоря, для того, чтобы четко обсудить позиции и особенности работы на перспективу, и собрались в Торгово-промышленной палате России предприниматели. Из Норвегии приехали в Москву 70 норвежских бизнесменов, здесь их встретили 170 российских коллег. На мой взгляд, очень своевременная встреча, потому что Норвегия потенциально и крупный, и интересный партнер, причем партнер, обрадающий нужными нам технологиями, которые сейчас в результате санкций нам не поставляются. Это и глубоководное бурение, и целый ряд других. Поэтому, мне кажется, вот я в своем выставлении это отметил, сейчас самое время попытаться переосмыслить контекст двусторонних отношений. Встречи такого рода очень важны для того, чтобы скорректировать дальнейшее развитие деловых отношений между предпринимателями двух стран. И российско-норвежский бизнес-форум эту свою задачу выполнил. Мне бы также хотелось добавить, так как вы спросили о тех результатах, которых я жду от этой конференции. Сегодня в первую часть мероприятия мы получили такой хороший обзор макроэкономической ситуации в России. Это очень полезно для представителей Норвегии, понять, что происходит сейчас в России. Но после перерыва мы перейдем уже к более конкретному обсуждению конкретных отраслей, конкретных проектов. И мне очень бы хотелось, чтобы, посетив эти сессии параллельные, люди бы почувствовали желание участвовать в том или ином проекте или сказали бы, вот я хочу контракт получить в этой сфере. И эти сессии будут посвящены таким областям, как энергетика, морская промышленность и аквакультура. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова